В период чрезвычайного положения в стране президент Касым Шумар Тукаев поручил оказать беспрецедентную поддержку малому и среднему бизнесу. Казахстанские предприниматели нуждаются в дополнительной поддержке в части снижения налогового времени. Особенно это важно с точки зрения сохранения занятости и выплаты зарплаты на местах. Поэтому для субъектов малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших секторах экономики были разработаны меры по снижению налогового администрирования, направленные на оказание помощи субъектам предпринимательства в этот непростой период. Какие меры налогового стимулирования предусмотрены и кто может на них претендовать узнаем сегодня. Добрый вечер. В студии Умирзак Сайлович Коспанов, руководитель управления разъяснительной работой Департамента государственных доходов Жамбулской области. Умирзак Сайлович, вначале давайте, наверное, ну, чтобы для затравки темой так сказать, скажите, какие в общем налоговые льготы были введены государством с начала текущего этого 20-го года? Именно в части стимулирования развития субъектов малого и среднего бизнеса. Согласны? Сначала в общем, потом конкретно. Давайте. В соответствии с посланием президента Республики Казахстана Касан Жумарта Кемеловича Тукаева от 2 сентября 2019 года были даны поручения правительству разработать меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Я хотел бы отметить, что это было задолго до введения чрезвычайного положения. Так, указом президента были намечены меры по стимулированию развития бизнеса. В частности, на 3 года были отменены все налоги, получаемые субъектно-малопротенцией доходов. Это корпоративный подоходный налог, индивидуальный подоходный налог, необлагаемый источник выблаты, социальный налог, а также единый земельный налог, уплачиваемый крестьянскими хозяйствами. В этой связи мне бы хотелось отметить, что не все отрасли малого предпринимательства попали под это освобождение. Сюда не включаются 16 видов отрасли, которые я бы в перечне хотел вкратце ознакомить, в наиболее сейчас встречаюсь. Эта деятельность связана с оборотом наркотических средств, реализацией подакцизной продукции, реализацией продукции, связанной с хранением и оборотом огнестрельного оружия, деятельность охранных ведомств, служб. Также мне бы в этой связи хотелось бы отметить участники внешнеэкономической деятельности, тоже не подпадают под эту категорию, а также недропользователи, то есть кто осуществляет деятельность по переработке полезных ископаемых. Ну а теперь вот давайте... И еще бы, кроме этого, еще одно существенное акцент, я бы хотел обратить внимание, то, что кроме этого же президентам было поручено вести мораторий на проведение налоговых проверок. То есть с периода, с 1 января 2020 года по 1 января... Да, уже были сделаны немалые шаги. Нет, я бы хотел сейчас, минуточку, сказать то, что приостановлены налоговые проверки, то есть субъектов малого бизнеса. Сюда тоже не будут включаться проверки, это связаны встречные проверки, также таможенные проверки. Кроме этого, я бы хотел обратить особое внимание слушателям, то, что проверки по вопросу регистрации, постановки регистрации на налоговых органах будет продолжена. То есть тут тем людям, которые не зарегистрированы в новых органах как индивидуальный предприниматель, стоит задуматься. Пока есть время, да? Ну, теперь давайте будем говорить о конкретных шагах, которые нашим предпринимателям государство заготовило в качестве помощи, да, связанные вот именно с пандемией коронавируса. Вот, что конкретно и вы сейчас нам расскажете, чтобы облегчить деятельность субъектов малого и среднего бизнеса именно в части снижения налогового бремени? Давайте. Пандемия коронавируса вообще и введение в связи с этим чрезвычайного положения наложила особый отпечаток на работу деятельности органов государственных доходов. Мы, как и все другие государственные органы, понимаем значимость вообще шагов и мер принимаем со стороны государства для поддержки бизнеса, а также других структур в это непростое время. Хотел, вот вы уже выше говорили то, что у нас приняты беспрецедентные меры. Да, раньше таких мер не было. Я бы хотел вкратце ознакомить всех, какие у нас меры направлены именно в поддержку бизнеса в это введение в чрезвычайном положении и в связи с действием карантина. Во-первых, был на период 2020 года освобожден от налога на имущество. Это крупные торговые объекты, торгово-развлекательные центры, музеи, кинотеатры, а также спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные мероприятия. К этой же категории добавилось отдельно, то есть туда сферы деятельности не связаны с торговлей. Говоря проще, это сфера туризма, гостиничный бизнес, а также особое внимание, хотелось бы акцентировать внимание, это предприятие общественного питания. То есть мы сейчас знаем, что во время действия карантина у нас данные объекты не действуют, в особенности точки общественного питания. Да, все работало. Все работало, да. Кроме этого, мне бы хотелось сказать, что кроме освобождения от налога на имущество, также предоставлены преимущества, вот, скажем, взлетные полосы, посадочные полосы на аэродромах, а также терминалы аэропортов, налогоплательщики, занимающиеся частной практикой, это сюда включаются нотарицы, адвокаты, частные судебные исполнители и медиаторы, они освобождены тоже на период с 1 апреля до 1 октября, освобождены от налога на имущество. То есть... Они освобождены, это не отсроченное. Нет, 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 они освобождены именно на период, я сказал, с 1 апреля по 1 октября. То есть, вы знаете, что много рейсов было отменено, да, рейсов. Как вы затронули вопрос, также особо, вот, мне хотелось бы отметить, и акцентерить внимание всех слушателей, то, что до 1 июня предоставлена отсрочка по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам. Тут это обстоятельство касается только для субъектов малого, среднего и микробизнеса. Это существенное облегчение. Почему я в этой связи хотел разъяснить, что кроме налогов, я акцентирую внимание на социальных платежах. То есть, это обязательно медицинское страхование, пенсионное, социальное отчисление. Бизнес, то есть, у него нет доходов в этот период, правильно? И вот, мы понимаем, хотя это не будет влиять на снижение бюджета, мы идем на такие шаги. Кроме этого, хотелось бы сказать, что предоставлена отсрочка по уплате налога на добавленную стоимость. Это для нерезиентов, которые связаны с техническим обслуживанием и юридическим сопровождением сделок лезинга воздушных судов. То есть, тоже с авиацией связаны. Так, и все, вы дошли до конца? Перечислили эту сферу? Нет. Так, вот знаете, то, что вы сказали, действительно, это важные сферы для экономики страны в целом и нашего региона. Но вот хотелось бы, учитывая сейчас период весенних полевых работ, да, а что налоговики хорошего для аграрного сектора-то предусмотрели? Какие меры поддержки для наших сельхозтоваропроизводителей? Давайте про село говорить. Да, мы понимаем, что сельскохозяйственное производство является одним из единственных мест. Да, в это непростое время ограничен вывоз продукции, как мы знаем, сельхозтоваропроизводители не могут вовремя получить свои минеральные удобрения, как в связи с действием у нас карантина. Но особо тоже хотелось бы отметить в этой связи, что государственные предприниматели тоже ряд шагов в особенности. Освобождены от уплаты земельного налога сельхозтоваропроизводителем. Как мы знаем, земля является основным источником получения дохода. Так что все крестьянское хозяйство, а также юридические лица, вот это, являются производственными кооперативами или сельхозкооперативами. Все виды. Да, все виды собственности юридических лиц, они освобождены от уплаты земельного налога. Кроме того, хотелось бы отметить, что освобождены от уплаты НДС по импорту. Это юридические лица и другие налоготочечки, возящие крупный рогатый скот, а также племенных цыплят. Я думаю, существенным подспорьем также стало то, что у нас снижена ставка НДС с 12% до 8% по социально особо значимым продуктам питания, которые были утверждены постановлением за номер 145 правительственного республики Казахстан. В этот перечень уходит 16 продуктов питания. Вкратце я могу их подразделить на следующую группу. Это мука, сахар, масло растительное, масло сливочное, яйца, отдельные виды круп, а также овощи и фрукты. В основном это овощи. 16 продуктов будут до периода 1 октября 2020 года осуществлять обороты уже по 8%. Хотелось бы подчеркнуть, что в этой связи надо особое внимание уделить по этим продуктам. У них тут конкретно указаны коды, товарные коды. Именно, скажем, в числе их указаны также мясо птиц и мясо крупного рогатого скота. Но тут мясо птиц имеется в виду голенно-бедренные части, просто называемые окарочками. Кроме этого, учитывая то, что сельхоз, работая сезонной, является очень затратным мероприятием, правительство пошло тоже на один важный шаг в части освобождения от акцизов предприятий, которые осуществляют переработку нефтепродуктов. То, что сейчас в весеннем полевой работе, горючий смазочный материал, и то, что сейчас наиболее актуально. Актуально, да. Вот скажите, но ведь в этот непростой период, если подумать, огромное значение должно быть вы, налоговики, уделять вопросам по части исполнения, постановленные сроки налоговых обязательств. Вот здесь, в этом вопросе, какие новшества ожидают налогоплательщиков? Давайте об этом расскажите. Да, кроме того, вот то, что перечислили... Есть такой же вопрос? Да, есть вопрос. Вот то, что я перечислил, это все льготы, а также отсрочки по налогам, они были утверждены постановлением правительства Республики Казахстана. То есть, это носит. Со своей стороны, Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан предпринял ряд мер, направленные на снижение мер налогового контроля. В частности, приостановлено до 1 июня принятие мер применения способа обречения... Это исполнение невыполненных срок налоговых обязательств. Ну, это, мы как знаем, это арест кассы, приостановление расходных операций, а также закрытие счета. До 1 июня вот эти меры не будут осуществляться. Кроме того, до 1 июня продлены сроки исполнения уведомления налогоплательщиков. То есть, если он не вовремя исполнил налоговые уведомления, которые были выданы налоговым органам с 15 марта по 15 апреля, то тогда уже продляется до 1 июня. Никаких мер... Карательных мер. Карательных мер не будет. Кроме тут касаться налогоплательщиков с высокой степенью риска. Это налогоплательщики, допускающие на постоянном уровне нарушения налоговой дисциплины. То есть, не представление налоговой отчетности, неуплата налогов. Да, но где есть явное такое нарушение, и не замечать этого нельзя. Мы раньше не обращали внимания, а вот уже в течение двух лет работаем с применением системы управления рисками. То есть, высокая степень, низкая и средняя. Да, я помню, вы рассказывали в прошлой передаче. И потом, если можно, я бы хотел сказать, что кроме этих вышеуказанных мер, также у нас были начатые проверки. То есть, на период действия карантина никаких проверок не будет. Даже те, которые были начаты, они уже приостановлены. И очень существенный шаг, я бы хотел всем налогоплательщикам сказать, что в период действия карантина не будут предприниматься, ну, в период действия этого, не то что карантина, в период вот в виде этого чрезвычайного положения, а также карантина, не будут применяться штрафы, а также иные другие меры. Ой, ой, Омир Зак Сайлович, как много послаблений именно со стороны Департамента государственных доходов на этот вот коронавирусный период. Знаете, у нас-то не так много времени осталось. Вот, если можно вот покороче, да? Изменения вот по срокам предоставления форм налоговой отчетности за 2019 год появились? Да, очень существенно, даже два раза менялись сроки. Скажем, формы налоговой отчетности отдельные должны были за 2019 год должны быть предоставлены 31 марта. Но, учитывая то, что у нас пандемия коронавируса, а также введенный карантин, да, сейчас мы можем отметить, что органы налоговых и доходов, даже вот территориальные, которые непосредственно контактируют с налогоплательщиками, они работают в онлайн-режиме, особое внимание хотелось бы отметить. И в связи с тем, что налогоплательщикам сейчас даже трудно выйти в связи с действием карантина, да, он не может подъехать к налоговой или предоставить по другим или иным причинам свою налоговую отчетность. Сначала у нас был срок отодвинут до 30 апреля. В апреле месяце было принято постановление, предусматривая перенос этого месяца, а срок до 31 мая. Это касается формы налогоотчетности следующих образцов. Это декларация по корпоративному подоходному налогу сотой формы, декларация по индивидуальному подоходному налогу 220 формы. Кроме этого, для госслужащих надо отметить, что 230 форма тоже продлена до 31 мая. Это связано с тем, что действительно онлайн работают многие госслужащие. Также по декларации налоговую, по налогу на транспортные средства, земельному налогу, а также по имуществу. И основной для сельхозтовароправителей хотелось бы отметить, да, декларация по единому земельному налогу тоже продлена до 31 мая. А вот скажите, что за перечень видов деятельности субъектов малого-крупного предпринимательства, который неоднозначную реакцию вызвал у бизнес-сообщества? Вот по части введения для них режима налоговых льгот. Это что за ситуация такая? Я правильно сказала? Да. Как я уже выше отметил, было принято постановление 224 с приложением двух табличных форм, с указанием перечень видов деятельности, по которым введены льготы на период с 1 апреля по 2020 год. Тут надо отметить, что это индивидуальный подоходный налог, удерживаемый источников выплаты, индивидуальный подоходный налог, уплачиваемый самостоятельно лицом, занимающийся ясной практикой, а также социальный налог. Вот то, что я сказал, это обязательные платежи, то есть это соцсоочисление, пенсионный фонд, фонд медицинского страхования. Да, было дано осрочка по уплате этих налогов, не осрочка, даже освобождение, то есть, извиняюсь, с 1 апреля по 1 октября для 29 видов предпринимательской деятельности, это касается микробизнеса и также малого бизнеса и среднего, а также для 10 видов крупного предпринимательства. Почему однозначная тут реакция? Потому что многие предприниматели начали жаловаться, почему он наш вид деятельности туда не включен. Ну и, если вкратце, я не буду перечислять это 29 видов, но скажу туда, вот включены розничные продажи автомобилей, автомобилей, дошкольное образование, то есть, врачебная практика. И показалось то, что частная практика, то есть, это нотариусы, как я уже говорил, адвокаты, а также судебные исполнители, медиаторы. Кроме этого же еще были деятельности ресторанов, вот тоже опять же, также вот эти уже льготы. Я вот то, что я когда говорил выше, уже только налог на имущество, а тут уже на период этот освобождено от всех видов налогов, то есть, это индивидуальный подоходный налог. Ну и те предприниматели, которые были несогласны с этими, они тоже выразили свое несогласие, да, потому что они считают тоже свой вид деятельности. Время мы уже исчерпали, но вы знаете что, я не хочу вас отпускать. Еще один только вопрос. Вот эта ваша акция, которая прямо, я не знаю, всем полюбилась, а особо дорого вам налоговикам, требуй чек, выиграй приз. Так вот, народ, знаете, я вот чувствую, что волнуется. В период пандемии, вот в период карантина, больше не будет такой акции, они спрашивают. Хочу обрадовать всех. Ага, коротенько так. Да, то, что эта акция уже началась 13 мая, и особенностью... А, так она началась и идет, несмотря что там карантин и карантин. Да, 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 да. Но это не связано с тем, что мы должны какие-то проверки осуществлять, не от того. Это, в первую очередь, связано с налоговой культурой. Да, с налоговой культурой народа, с налоговым сознанием. С налоговым сознанием, и, извините, за прямолинейство уже и недостаточное исполнение налоговых обязанностей со стороны предпринимателей. То есть, владельцев магазинов, ресторанов, парикмахерств. В этом году она проводит... Слушайте, это сколько вы эти акции проводите? Так всех завлекаете красиво. Неужели у этих представителей, так сказать, уже и совести нет, чтобы продать товарищек отдать? Ну, неужели до сих пор вы их не научили? Нет, мы хотим в этом году, это уже в пилотном проекте в прошлом году, уже в конце года была притворена в жизнь. Это акция на примере города Нур-Зултан. То есть, сейчас, если потребитель, я или вы, или другой физический лиц, нам не выдали чек, мы можем снять этот факт на видео. На телефон? Да, на телефон и отправить сообщение в Комитет государственного дохода. И много таких желающих. Сейчас, минуточку. И в гарантированном виде, через три дня, если вам не выдали чек, вам поступит на баланс телефона тысяча единиц. Ага, вот как теперь. Так, теперь, там предусмотрены кое-какие процедуры, связанные, то есть, вы указываете магазин, какое-то название, вы можете даже не знать, как это владельца, наименование магазина, адрес, и все, вы отправляете. Понимаете, это призвано, чтобы народ стимулировался. А, при этом товар-то я фотографирую? Нет, вы можете того же не фотографировать, вы можете сфотографировать тот факт, что я вам не дам чек, или у меня нет чека, я не могу вам дать чек вот такого характера. Ну, теперь, хотелось бы сказать, ну, та же процедура и остается, вот, то есть, мы тысячи единиц, я не хочу назвать имя одного очень активного гражданина, который в прошлом году сдал 15 таких фактов, 15. И получил 15 тысяч единиц. Я знаю, это нет. И вообще, я хотел сказать, что вот много сейчас дебатов идет, какие-то акции, какие-то лотереи, да, наверное, негативные факторы, но эта акция проводится под гидой комитета государственного налога, то есть, уполномоченного государственного налога. Главное, чтобы она сработала, акция, и помогла, вообще, была на благо налогоплательщика. Да, она и, с одной стороны, признана дисциплинировать самих предпринимателей. Да, я не остаюсь без внимания. Ну, ладно, мне данное освобождение, но оно и накладывает обязательства. Спасибо, Амельзак Салавович, спасибо. С вами был руководитель управления разъяснительной работы Департамента государственных доходов по нашей Шамбулской области, Амельзак Салавович Каспанов. Как всегда, просто очень популярно, и при этом умудрился Амельзак Салавович так подробно рассказать. Вот я, например, абсолютно все поняла, хотя я и не предприниматель. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова